Учет доходов и расходов в 1С-бухгалтерии 8.3 Прямыми расходами признаются расходы, которые учитываются на дебете 20-го, 23-го счета. В регистре сведений «Учетная политика» настроите виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 основное производство. Учетная политика находится в разделе «Главное». На панели «Навиграции» находим учетная политика. Итак, настройте виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 основное производство. Соответственно, выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг заказчика. Установите флажки напротив соответствующих выбранных видов деятельности. Прямые расходы в налоговом учете – это те расходы, которые указаны в специальном окне «Настройка налогов и отчетов», который располагается также в разделе «Главное». «Налоги и отчеты» открывается окно «Настройки налогов и отчетов». Выбираем «Налог на прибыль» и находим гиперссылку «Перечень прямых расходов». Кликаем на эту гиперссылку, открывается регистр сведений метода определения прямых расходов производства в налоговом учете. В таблице можно указать проводки, при использовании которых сумма проводки будет отнесена к прямым расходам в налоговом учете. Также можно детализировать отнесение на прямые расходы по подразделениям, то есть выбрать какое-то подразделение, что проводка для выбранного конкретного подразделения признается прямыми расходами для налогового учета, а если подразделение другое, то, соответственно, не относится. Следующая настройка – это настройка в регистре «Сведения и учетная политика», как учитывать общих хозяйственные расходы. Можно включить их в себестоимость продаж, директ-костинг, или включать в себестоимость продукции, работ, услуг. Если выбрать директ-костинг, то общих хозяйственные расходы будут списываться с 26-го счета в дебет 90.08 в конце каждого месяца. Если выбрали, что общих хозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг, то нужно заполнить регистр метода распределения косвенных расходов. Кликаем по одноименной гиперссылке, и открывается регистр сведений метода распределения общепроизводственных и общих хозяйственных расходов. Создаем метод и настраиваем. То есть выбираем счет затрат 25-й, либо 26-й, больше вариантов и нет. Либо 25-й, либо 26-й. И, соответственно, можем отдельно выбрать статью затрат, и обязательно нужно указать, по какой базе распределения будут распределяться общепроизводственные и общих хозяйственные расходы. Закрытый список. Из этого закрытого списка можно выбрать базу. Ну и, соответственно, записываем данный метод. В течение месяца произведенная продукция оценивается по плановой стоимости. И расходы списываются также по фиксированной плановой стоимости. Далее давайте оформим документ «Реализация товаров», который располагается в разделе «Продажи», «Реализация актов и накладные». Оформили документ «Реализация товаров». Оформив данный документ, сумма расходов на производство будет списана на счет 90.02. Сумма будет фиксирована в плановой стоимости. Также документ «Реализация товаров» оформит проводку по отражению дохода от реализации продукции. Вот, собственно, проводка по отражению реализации продукции. Для выполнения... Далее, при выполнении регламентной операции закрытия... При выполнении регламентных операций по закрытию месяца нужно обратить внимание на специальную регламентную операцию закрытия 20-х... Закрытие счетов 20, 23, 25 и 26. Для выполнения этих регламентных операций по закрытию месяца необходимо воспользоваться специальным помощником. Называется он «Закрытие месяца», располагается в разделе «Операции». И данный помощник выполняет те регламентные операции, которые необходимо выполнить. А вообще, весь список регламентных операций находится также в разделе «Операции». Вот, собственно, весь список регламентных операций. Мы можем их создавать. И список, как мы видим, очень большой. И, соответственно, можно долго копаться и разбираться, какие операции нужны, в каких нет необходимости. Собственно, для этого и создан помощник закрытия месяца. Он отбирает именно те регламентные операции, которые необходимо выполнить. Обращаем внимание на регламентную операцию закрытия счетов 20, 23, 25, 26. По гиперссылке открывается меню, выбираем «Проводки». И посмотрим, что именно за регламентная операция закрытия 20-х счетов выполняет, собственно, проводку. Во-первых, делается корректировка выпуска продукции, то есть идет корректировка плановой фиксированной цены. И мы видим закрытие счетов общих хозяйственных на счет 90, 0, 8, 0, 1. Далее рассмотрим еще одну регламентную операцию, которая связана с определением финансового результата. Эта регламентная операция называется «Закрытие счетов 90, 91». И посмотрим проводки данной регламентной операции. Регламентная операция формирует проводку 9, 9, 9, 0, 1, 1, кредит 90, 0, 9. Сумма 112 тысяч. И, соответственно, закрывается у нас 90-й счет на 99. И из регламентной операции «Закрытие счетов 90, 91» можно сформировать справку «Расчет налога на прибыль», в котором можно увидеть в этом документе финансовый результат по видам деятельности за период. И также можно сформировать печатную форму.